Можно ли улучшить качество спермы при тератозооспермии и как? Все зависит от формы тератозооспермии. Мономорфная тератозооспермия не поддается лечению ни при каких обстоятельствах. Но это, конечно же, редкие случаи. Полиморфная тератозооспермия, да, но зависит, опять же, от факторов, которые вызывают снижение качества спермы. И даже здесь, вы знаете, в отрыве рассматривать просто тератозооспермию, в отрыве от всех остальных проблем, это, в принципе, неправильно. Все факторы, которые могут приводить к снижению фертильности, к снижению потенциала фертильности, все эти факторы необходимо выявлять и устранять. И только в таком случае мы можем рассчитывать на улучшение качественных показателей. Ну, в лечении, вот именно если у пациентов речь идет о изолированной полиморфной тератозооспермии, ну, улучшение качества мы наблюдаем, безусловно, но если человек пришел, там, полтора-два процента нормальных форм, ну, не ожидайте, да, что будет, там, 14-15-20, да, вот, или, там, тем более 100%, ну, стоп вообще это, не ожидайте вот такого, то есть хорошо, если, там, 5-6%, это вот этот неплохой результат. Ну, тут надо также отметить, что некоторые здесь флуктуации отмечаются, да, потому что вы пока находитесь на стимуляции, качество спермы у вас становится лучше, вот, но вы отменяете лекарства, у вас и, собственно, ваш прогресс может снижаться, это тоже нужно понимать, это не все всегда понимают, потому что кто-то приходит и, там, мы вот месяц пропили, там, через полгода пришли, и вот почему у нас не улучшилось? Ну, конечно, то, что вы пропили тогда, оно уже, вот месяц, оно уже полгода не действует, да, после того, как вы... Субтитры подогнал «Симон»